Друзья, всем привет! Продолжаем рассказ о строительстве нашей перестройки на даче, как мы перестроили большую перестройку из газосиликатного блока к нашему старому деревянному домику. В этом видео я расскажу о том, как мы внутри делали отделку и проводили разного рода коммуникации. Напомню, это третья часть из четырех. Погнали! На дворе глубокая осень, середина ноября, но еще не ударили морозы и мы решили заняться внутрянкой нашей перестройки, а именно начать разводить проводку. Проводку мы будем делать внутреннюю, соответственно нужно будет простробить стены и заложить вовнутрь провода, чем мы в общем-то сегодня и займемся. На все это дело у меня ушло порядка недели, опять же приезжал после работы по вечерам. Вот так у нас когда-то стояло окно в доме в центральной комнате в зале. Теперь там глухая стена, мы его забили, но так как за этой стеной у нас кухня, то вы видите три шланга. В эти шланги мы будем проводить провода, я заготовил их специально. В эти гофрорукава мы в дальнейшем протянем провода и они как раз находятся рядом с нашим счетчиком разводным, куда подключено в принципе все электричество. Здесь же у нас стоит счетчик и автоматы. Осталось как раз место под три ячейки на автоматах. Там мы поставим один автомат и узо на ванну и переключим в дальнейшем еще один из проводов на кухню. Пока что мы имеем вот такую вот временную проводку на кухне в виде одного провода от щитка и подключены к нему розетки. Вот так временно организовано освещение. Просто патрон, который у нас присоединен к проводу 10-метровому и на другом конце вилка, который мы опять же втыкаем в эту розетку. Размечаем на стенах все элементы. Причем размечаем не просто так. Для этих целей я приглашал электрика, ведь проводку в дальнейшем я подключать буду не сам. Разведу я ее сам, а все соединения и подключения розеток и также все вмешательства в щиток будет делать профессионал. Эти электричества дело сложное. Недай будет что-то ошибиться и вся эта наша дачная затея может пыхнуть, чего не хотелось бы. Так вот размечаем все, что где мы будем делать и приступаем к штраблению. А штрабить мы будем достаточно варварским методом, а именно ручным штраборезом. Этим же штраборезом, как вы помните, я делал штробы, когда армировал кладку из газобетона. Благо газобетон мягкий и штрабить его будет несложно. Была куплена вот такая вот коронка для шуруповерта. Она ровно под размеры подрозетников. Этой короночкой мы будем в блоке вырезать места под розетки. Ну и вот пошло первое штрабление. Штробы мы делаем достаточно глубокие, они примерно 3-4 сантиметра в глубину. Проводка у нас будет идти поверху и в дальнейшем идти вниз от так называемых монтажных коробок. Делаем запилы короночкой боком под монтажные коробки и немножко стамеской потом ее расширяем, ведь монтажные коробки больше. Вот как проходит сам процесс штрабления. Берем штраборез и по отрисованному заранее шаблону карандашиком все это дело вот так вот вручную. Просто выдираем, вырезаем. Работа очень пыльная, очень шумная, очень грязная, все было в пылище, но по-другому никак. Штрабореза у нас нет, покупать нет смысла, потому что штрабим немножко, да и варенду брать не хотелось. Тем более работа-то на один вечер по сути. Грязищ, конечно, неимоверное количество, очень много пыли и мелких осколков. Но со всем этим нам помогает справиться строительный пылесос Керхер, который мы взяли у родителей. Без него я бы утонул в грязи. Как видите, работа идет. И штроб пришлось сделать в достаточно большое количество. Честно, вручную штрабить замучился. Поэтому, если вы это будете делать, то лучше берите штраборез в аренду. Тяжелее всего было штрабить именно горизонтальные штробы. Сверху вниз почему-то легко, а вот слева направо или справа налево. Достаточно тяжело. Сильно не упрешься, поэтому сильного усилия не приложишь. Штрабиться достаточно неглубоко и переходится в несколько проходов. Плюс, так как проводка идет поверху, то все это дело делается с табуретки. Приходится постоянно передвигаться, прыгать влево-вправо, вверх-вниз. И когда штраборезом дерешь газобетон, вся эта пыль летит в лицо. Потом ходишь белый, как снеговик. После того, как все штробы были заготовлены, я начинаю примерять все закупленные аксессуары. Сначала ставлю монтажные коробочки в их места, проверяю, чтобы все хорошо, красивенько становилось. А в дальнейшем начинаю уже отмерять места, где я буду делать розетки. Размещаемся для подрозетников. Для этого у меня есть лазерный уровень, поэтому крестами все ровненько было поставлено. И вот здесь возникает вопрос, а сколько же розеток надо для счастья? И вы не поверите, на самом деле очень много. В городе у нас дома на кухне, в квартире, 4 розетки. И этого катастрофически мало. Поэтому было решено продумать все заранее. И в итоге у нас на кухне получилось 15 розеток. Представьте себе, 15 штук. Кажется, зачем так много? Но если так посмотреть, посчитать, холодильник, электроплитка, чайник, кофеварка, фритюрница, микроволновка, где-то поставить, включить ноутбук, где-то воткнуть в зарядку телефон, где-то, возможно, повеситься в дальнейшем маленький телевизорчик и так далее. Розеток надо много. Стоят они недорого. Поэтому на этом этапе, пока это можно было сделать, мы сделали их с запасом. Пускай будет. Теперь, что касается самого провода. Провод мы будем использовать двухжильный, конечно же, медный, 2х2,5. Полное его наименование это ВВНГАЛС 2х2,5. Это медный провод, негорючий, с низким дымовыделением, ну и с размерами двухжильный по 2,5 мм. Для наших бытовых нужд данного провода даже с запасом. Все это дело мы будем прятать в металлорукав. Десяточку. Хотя это не столь обязательно, однако электрик мне посоветовал не экономить 3 копейки, а возьми металлорукав и заложи все в металлорукав. Окрепить мы металлорукав будем к стене внутри штробы на вот такие вот пластиковые зажимы-усики. Так будет гораздо проще монтировать и фиксировать. И, конечно же, не забываем про изоленту, причем она должна быть разных цветов, для того, чтобы обозначать концы разных проводов разными цветами, чтобы потом не перепутать где что. На улице холодно. Напомню, середина ноября, примерно 3-5 градусов тепла. Поэтому уже активненько начинаем греться нашими электробатареями. Вот такие вот электроконвиттера по 2 кВт. Две штуки очень быстро нагревают весь дом. Ну и вот что получается. Затягиваем провода в металлорукава и начинаем потиху раскладывать их по штробам, крепя на вот эти вот пластиковые зажимчики. Сразу запускаем хвосты в подрозетники и в монтажные короба. И все это дело отмечаем изолентой, не забываем. Иначе потом не найдем концов. По факту на кухню и туалет с ванной мне ушло 75 метров провода. Ну и соответственно металлорукава. Также не забываем, что мы хотим сделать освещение на улице. И для этих нужд на улице тоже был выведен провод. Как раз рядом с нашей камерой видеонаблюдение, про которую мы рассказывали кучу всего. Камера стоит уже год. И исправно работает. Мы очень довольны этой покупкой. А на улице уже, к сожалению, серая и тусклая. Убраны все наши забавы, гамак, садовые качели только остов. Нет бассейна, он тоже спрятан. Поэтому ждем следующего лета. Так же расставляем все подрозетники и растягиваем всю проводку по штробам. Вот что получается. И опять же напоминаю, не забываем отмечать хвосты изолентой. Я примерно понимаю, что и куда будет подключаться. Поэтому провода, которые идут один к одному, обязательно обозначаю одни и тем же цветом. Ну а дальше нам все это нужно дело красиво замазать. Для этих целей была куплена штукатурка. Замешиваем ее в ведре и начинаем штукатурить. Изначально замазываем подрозетники в стены. Ждем, пока они высохнут. Потом будем уже затягивать в них провода. И точно так же замазываем монтажные коробки в стену. Когда все это дело подсохнет, мы обратно затянем в них провода. И начнем штукатурить сами штробы. Прятать проводку. Ну и вот что получилось. Штробы замазаны. Они сохнут. Когда высохнут, будет просто белая стена. И этого ничего не будет видно. Потом поверх уже будет идти штукатурка самих стен. Причем еще один интересный момент. Замазывал я в основном все гипсовой штукатуркой. Но также решил попробовать и цементную. Так вот, хочу сказать, что гипсовой штукатуркой работать гораздо проще. Она пластичная, быстрее застывает. Ей лучше набивать именно такие вот объемные штробы. Цементной штукатуркой это делать сложно. Она постоянно течет, ляпается, падает и очень долго сохнет. Вот так вот получается. В принципе, ничего сложного. Напомню, что проводку я развожу сам. А подключать ее будет профессиональный электрик. Ведь электричество дело серьезное. И с этим лучше не шутить, если не понимаешь. Конец ноября. На улице изрядно похолодало. Мы разложили проводку внутри нашей перестройки. И решили попробовать все-таки до морозов успеть оштукатуриться внутри. Сделать хотя бы первый слой. И сегодня я расскажу именно об этом. Ну а перед тем, как штукатурить стены из газоблока, их надо обязательно прогрунтовать. Причем прогрунтовать их желательно в два слоя. Потому что газоблок очень быстро впитывает влагу. И если не прогрунтовав, нанести на него штукатурку, все это дело очень быстро. Просто мгновенно высохнет и лопнет. Для этого обязательно нужно отгрунтоваться. Стены у нас получились достаточно ровные. Поэтому, когда мы их клали, я делал все очень медленно и скрупулезно. Поэтому сильно равняться не придется. Итак, замешиваем грунтовку. Мы используем цирюзит. Это концентрат. Поэтому он разбавляется водой. На упаковке написано, что разбавлять нужно в пропорции 1 к 4. И наносить на газосиликатные блоки обязательно в два слоя. Можно сделать, конечно же, все это дело и погуще. Что мы, в принципе, и сделаем. Так как грунтовка у нас осталась как раз плюс-минус на то, чтобы загрунтовать наши стены. Поэтому разбавляем 1 к 3. С обычной водой из-под крана замешиваем. И начинаем наносить все это дело на стену. Вот таким вот валиком. Мохнатеньким валиком. Все будет обильно пропитано и хорошо прогрунтовано. Процесс на самом деле совсем простой и нехитрый. Одеваем резиновые перчатки. Начинаем макать валик в грунтовку. И все это дело катать по стене, обильно ее пропитывая. Чем лучше пропитаем, тем лучше потом будет работать со штукатуркой. Тем меньше вероятности, что она поотваливается. Как вы помните, мы точно так же грунтовали стены и снаружи, когда клеили на них утеплитель в виде пенопласта. Ну а теперь грунтуем внутри. На всю перестроечку 6 на 4 метра у меня ушло буквально 3 литра концентрата, который разбавлялся с водой 1 к 3. И мне этого хватило, чтобы нанести все в два слоя. Что касаемо проводки, то проводку мы будем подключать уже после того, как оштукатурим хотя бы первый черновой слой штукатурки. Тем самым мы снижаем вероятность полностью в дальнейшем испачкать наши подрозетники и розеточки, конечно же. А вообще в идеале штукатурку наносить в два слоя. Ведь после первого слоя может немножко появиться стеклосетка. Поэтому мы будем делать это в два слоя. Конечно же после грунтования влажность в помещении дикая. Как видите тепленько, почти 18 градусов. Но приходится постоянно проветривать, потому что такое ощущение, что находишься как в парнике. И подогреваемся мы нашими конвекторами. После того, как все это дело застыло, начинаем готовиться к оштукатуриванию. Долго думал, стоит ли мне пользоваться маяки разного рода. Пластиковые, металлические, либо гипсовые. Ну и по итогу перешел к выводу, что штукатурить я все это дело буду без маяков. Ведь повторюсь, когда я выкладывал стены, делал я все это очень ровно и аккуратно. Никаких перепадов в высот у нас нет. Каких-то там в 3-5 сантиметров волны у нас тоже нет. С большего все сложно очень ровно, даже по углам. Поэтому будем штукатурить без маяков. Для штукатурки были закуплены вот такие вот пластиковые уголки со стеклосеткой, сама стеклосетка с ячейкой 5 на 5 миллиметров и гипсовая штукатурка. Штукатурку я буду использовать в Knauf Rotband поручного нанесения. Не реклама. Почему я ее выбрал? Во-первых, мешки удобные по 25 кило, по 30 мне таскать тяжеловато. Очень много народа хвалит ее. Да и недорогая она. Поэтому выбор пал именно на нее. И, конечно же, готовый инструмент. Нужно несколько шпательков, маленьких, средних и больших. Заранее подготовим стеклосетку по 2,5 метра кусками, ведь у нас стены 2,5 метра. И начинаем процесс. Изначально замешиваем штукатурку. Берем ведро, добавляем в него воду и непосредственно в воду уже насыпаем штукатурку. В дальнейшем размешиваем ее шуруповертом, либо миксером, не важно. Главное, чтобы консистенция получилась примерно как у густой густой сметаны. С такой работать удобнее всего. Причем в процессе могу сказать, что с гипсовой штукатуркой работать надо быстро. Но уж очень быстро она сохнет. Вот сам процесс. Берем из ведра штукатурочку, берем шпательки и начинаем все это дело достаточно быстренько наносить на стену. Изначально мы наносим первый слой штукатурки, он примерно в 3-5 миллиметров. Размазываем все это дело, выравниваем, и на него уже в дальнейшем мы будем клеить сетку. Причем наносить нужно быстро. Гипсовая штукатурка сохнет очень быстро, как и в ведре, так и на стене. Если затягивать с этим делом, то стеклосетку на стену уже будет клеить достаточно проблематично. В среднем, чтобы оштукатурить примерно такими вот кусками метр на 2,5 высоту, у меня уходило ведро штукатурки. На все помещение я потратил порядка 110-120 килограммов штукатурки на первый слой. Так как мы начали делать все это дело от угла, то сначала приклеиваем уголок, подставляем его к углу и вмазываем в стену. Дальше берем стеклосетку. Берем наш подготовленный кусок шириной в метр и 2,5 метра в длину, прикладываем к только что оштукатуриному месту и вмазываем прям перчатками его в стену. Это даже удобнее, чем шпательком. Всегда можно что-то поправить, а шпателям можно где-то зацепиться, порвать все это дело. Поэтому я вмазываю непосредственно руками. Так быстрее и удобнее. Ну и после того, как мы вмазали стеклосетку в штукатурку, снова берем шпатель, снова берем штукатурку и мажем поверх стеклосетки еще один слой такой толщины, чтобы стеклосетка была полностью замазана и закрыта штукатуркой. Ну это еще примерно 3-5 миллиметров. В целом общий шлой штукатурки стеклосетки и опять штукатурки получается не больше 5-6 миллиметров. Получается достаточно ровно и аккуратно. Как видите, сверху уже замазано. Снизу продолжаю. Также обратите внимание на интересную фишку. По центру это только что нанесенный слой. Слева от него это слой, нанесенный буквально за 15 минут до правого. И он уже начинает сохнуть и проступают швы между блоками. В дальнейшем их видно не будет. Все это дело засохнет. Но сам блок достаточно быстро впитывает влагу и на нем сохнет штукатурка. А там где швы был клей нет. Поэтому они сразу же видны. Но недолгое время. Сразу по ходу штукатурки стен я также штукатурил и проемы и откосы. Точно так же клеил уголки как внутренние так и внешние. И замазывал вместе со стеклосеткой. Получилось достаточно аккуратненько. Что касается внешних углов делаются они точно так же как и внутренние. Намазываются обе стороны. В дальнейшем перекладывается уголок. Уголок обильненько вмазывается и поверх этой стетки на уголке снова наносится штукатурка. получается ровный красивый угол. И вот так по чуть-чуть помаленечку за три дня я штукатурил почти всю кухню. Процесс не сложный но если хочется делать все очень ровно и аккуратно то достаточно занимает много времени. работали всей семьей. Конечно же с маленькой помощницей. Опять же во время штукатурки получается достаточно много мусора и лучше его сразу убирать и не топтаться по нему. Иначе все это дело разносится прямо в дом. Поэтому моя малышка помогала мне сразу же убирать на ходу. Ну а вот что было уже через два дня. Как видим все высохло швы почти не проступают. Там где замазывали штробы они еще немножко сыроваты поэтому немножко торчат. Но все это дело высохнет и пропадет. В любом случае поверх первого слоя нужно наносить второй слой. Тогда стена будет идеально ровная без всяких широковатостей и однородная по структуре. После этого ее можно будет даже сразу скорее всего красить. Но влажность после оштукатуривания просто дичайшая как в парнике. Поэтому приходилось еще пару дней приезжать греть домик ну и конечно же проветривать. Не успело штукатурить совсем немного вот эти вот два квадратных метра возле двери. Но наверное это уже все дело перейдет на весну. Потому что погоду обещают на днях очень холодную. Температура с плюс 3 плюс 1 резко падает до минус 8. Поэтому сливаем систему воды в домике и ждем весны. По весне уже нанесем второй штукатурки. Заштукатурим туалет с ванной. Сначала сделаем водопровод. Ну и в дальнейшем все остальное. Пол, потолок и так далее. Очень хочется все сделать до лета, чтобы летом уже отдыхать. Заканчивается зима, скоро весна и мы решили продолжить ремонт на нашей дачке. В прошлый раз я рассказывал, как я разводил электропроводку, штукатурил, но в этот раз мы займемся потолком. А перед тем, как начинать делать потолок, мы немного сделали электрики. Причем электрику нам собирал и монтажные коробки, и розетки, а профессиональный электрик это делал я не сам. После того, как мы закончили с электрикой, я хотел продолжить сначала мокрые работы, но морозы пока не отпускают, поэтому мы решили заняться потолком. А потолок мы будем делать из влагостойкого гипсокартона. А когда я делал перекрытие, перекрытия напомню, у нас состоят из балок 50 на 150 6-метровой длины, мы их утеплили, проложили теплоизоляцию, сделали сверху и снизу пароизоляцию, сверху лежат доски, а снизу, когда я делал пароизоляцию, я крепил рейки, причем рейки я крепил специально под размер гипсокартона. Напомню, ширина листа гипсокартона 120 сантиметров, поэтому между центрами данных реек у нас идет это облегчит нам задачу, мы прямо на них будем крепить гипсокартон и не нужны никакие дополнительные конструкции. Из инструмента нам потребуется лазерный уровень для удобства разметки, нож, которым мы будем резать гипсокартон, рулетка и шуруповерт. Я наконец-то купил себе аккумуляторный шуруповерт, больше не буду мучиться с проводом. И конечно же провила. С провилом будет очень удобно ровненько резать сам гипсокартон. Ведь чем ровнее отрежешь, тем легче его будет переломить. Гипсокартон мы используем кнауф. Это 9-миллиметровый влагостойкий гипсокартон потолочный. Его и будем крепить на потолок. Он идет с утонченной кромкой. В дальнейшем все это дело будет конечно же шпаклеваться. И используем опять же фирменный кнауфовский крепеж. Для закрепления листов желательно использовать вот такую специальную головку по гипсокартону. с ее помощью мы не сделаем сквозных дырок в листах. А шурупы будут закручены ровно настолько насколько нужно. Ну а вот сам процесс работы. Делали его вдвоем с женой. Хочу сказать листы весят примерно по 25 килограмм и поднимать их было достаточно сложно. А тем более один человек на вытянутых руках их не удержит. Поэтому были придуманы вот такие конструкции. Итак как же это работает? Мы крепим изначально рейку на сварезе к стене. Вдвигаем в получившийся паз лист гипсокартона. Ну а дальше вот такими двумя подпорками на всю высоту комнаты Т-образными подпираем лист, приподнимаем его и в дальнейшем продолжаем крепить. Таким образом вдвоем с женой мы примерно за 4 часа полностью закрепили всю кухню. А площадь кухни у нас составляет примерно 20 квадратных метров. Точно так же потом и работали в санузле. Поэтому дорогие друзья очень классная тема. Советую делать именно так. Если делаете собственными силами. Все получается достаточно быстро и просто. Следующие листы нужно крепить обязательно со сдвигом. Делается это для того, чтобы когда вы будете крепить листы в длину у вас в одном месте не сходилось сразу четыре угла. Иначе там получится совсем неровная поверхность и вы не сможете ровно выгнать все стыки. Как видим, данные листы имеют скошенную кромку, поэтому все это дело в дальнейшем нужно будет проклеивать стеклосеткой и шпаклевать. в процессе работы руки ужасно немели. Очень тяжело работать именно вверх. Тяжело вверх и поднимать, тяжело вверх и закручивать саморезы. На следующий день уже ни руки не поднимались, ни шея не сгибалась, все затекло. Листы, которые соединяются друг с другом стороной, на которой нет кромки, нужно зарезать. И не забудьте про это, потому что в дальнейшем уже маленькие кусочки листов я по кромке зарезал стоя на полу, а листы, которые уже закрепил не зарезанные, пришлось зарезать на весу. И это, если честно, совсем неудобно. Но делать это нужно обязательно. В дальнейшем, когда мы вот так вот длине соединяем листы в местах, где нет кромки, в нашу искусственную получившуюся зарезанную кромку, мы будем опять же зашпаклевывать. И все будет ровненько получаться без всяких переходов. Ну и вот фактический результат. В течение четырех часов мы полностью закрыли всю кухню потолком. Вдвоем на самом деле тяжеловато, но, как видите, все вполне возможно. На чердак оставили люк, потом как-нибудь красиво все это дело обыграем, возможно, пластиковыми уголками, чтобы не было видно переходов. Все неровные стыки между стеной и потолком, конечно же, в дальнейшем зашпаклюются и заштукатурятся, а потолок будет шпаклеваться белой шпаклевкой финишной, в дальнейшем может и покраситься. Ну а дальше, как обычно, мусорил убери за собой, ведь следующая работа в чистоте будет делаться гораздо проще и быстрее. Как видим, прошла неделя, ничего не отвалилось, уже хорошо, поэтому мы начинаем его шпаклевать и красить. Первым делом, перед тем, как начать шпаклевать потолок, если вы работали, да и не только потолок, а стены, если вы не часто работали с гипсокартоном, то советую начать с проверки саморезов. Всегда есть недокрученные саморезы, они очень сильно будут мешать, поэтому сначала все лишнее докручиваем. Дальше мы приступаем к нанесению грунтовки на гипсокартон. Нужно это обязательно. Во-первых, краска лучше схватится, во-вторых, когда мы будем шпаклевать, шпакль от него тоже не отвалится. Я использую суперконцентрат, разбавляю его с водой, как указано в инструкции, и в этот раз наношу грунтовку на гипсокартон при помощи кистей. Кстати, валиком удобнее, но валик я тогда забыл в городе. В деревне его, к сожалению, не оказалось. Погодка на улице тоже странная. Вроде конец марта, но на улице все равно то ноль, то ниже ноля, холодно, поэтому приходится активно греться нашими двумя электроконвекторами. Приехал в помещении ноль, через 20 минут уже плюс 20. Загрунтовываем полностью весь потолок и ждем, пока все это дело высохнет. При этом стоит, конечно же, дикая влажность, приходится постоянно проветривать, но это нужно без этого никак. Перевез из города вот такой вот термометр, он показывает и влажность воздуха, и температуру, поэтому и проветриваем, и смотрим, сколько градусов. А оставшиеся щели между стеной и потолком потиху замазываем штукатуркой. Потом все это дело тоже пройдет с шпаклей. Вот наш потолок подсох, все торчащие саморезы я, конечно же, тоже подкрутил, и начинаем процесс заделки стыков. А чтобы заделать стыки, нам нужно в первую очередь будет наклеить стеклосетку. Я приобрел стеклосетку самоклеющуюся, ей очень легко и просто работать. Напомню, что стеклосетку мы будем клеить только на заводские стыки, которые идут с углублением, подходят друг к другу, а на стыки листов, которые идут вдоль, которые мы сделали непосредственно сами зарезали, там стеклосетка не наклеивается. Наклеиваем легким движением руки стеклосетку на листы и начинаем все это дело замазывать шпаклевочкой. Я использую цементную шпаклевку Илмакс. С ней я уже работал первый раз, когда мы делали первый ремонт на даче, поэтому отзывы о ней хорошие, рекомендую. Да и она и самая дышавая на самом деле. И вот результат после первого прохода шпаклевкой. Мы полностью замазываем все швы, как вдоль, так и поперек, и проходим небольшими рывками по всем саморезам. Нужно заделать все отверстия, чтобы деньг день ничего не торчало. Обращаю внимание на то, что шпаклевать швы нужно обязательно два раза. После первого раза нужно дождаться полного высыхания шпакли, а это где-то сутки точно. После этого вы увидите, что она осядет и в швах все равно останутся такие углубления. Поэтому обязательно нужно будет шпаклевать все это дело по второму кругу. Итак, шпаклюем второй раз. Опять же ждем полного высыхания. Как видим, уже таких проседаний, как было с первого раза, мы уже не наблюдаем. Все уже более-менее ровно. И дальше приступаем к покраске. красить я буду валиком. Сделал, как обычно, деревянный брусочек переходник. Буду использовать в виде удлинителя палку для бассейна. И буду красить потолок фасадной краской. Именно ее мне посоветовал продавец в гипермаркете. Лишь по той причине, что у нас неотапливаем помещение. Поэтому интерьерной краски лучше не использовать. А фасадная краска будет хорошо держаться на потолке. Укрывистость хорошее. Ну и в принципе это лучший выбор для нас. Перед покраской основной площади потолка мы конечно же сначала кисточкой проходим полностью его по кругу. Так как валиком мы туда в дальнейшем заехать не сможем. Можно окрасить методом вот как я просто размазываю. А можно и нужно лучше даже делать просто протыкивая толстой кистью вдоль края потолка. Но к сожалению толстой кисти у меня не нашлось. И вот как это выглядит после того как мы прокрасили по кругу полностью наш потолок. и дальше дорогие друзья огромная ошибка. Огромная ошибка и советую вам учитесь на чужих ошибках. Никогда не делайте своих. Осмотрите на чужие ошибки и делайте выводы. в чем же суть ошибки. Суть в том что я не зашпаклевал всю плоскость потолка решив сразу его покрасить. Мне показалось что краска в два слоя хорошо закроет потолок и мне не придется его шпаклевать потому что делать это в вертикальном положении достаточно сложно и неудобно. я вообще не люблю работать со шпаклей и штукатуркой. Поэтому я решил покрасить потолок в два слоя и мне показалось что все это дело должно закрыться и потолок должен был быть красивый и белый. Но к сожалению все случилось совсем не так. Если бы это был белый гипсокартон возможно эффект был бы лучше. Но по зеленому влагостойкому гипсокартону даже хорошая фасадная краска с хорошей укрывистостью полностью не закрыла зелень. и тем более остались торчать неровности от шпаклевки. От мест стыков от тех мест где я замазывал непосредственно сами саморезы. Поэтому делаем выводы дорогие друзья. Если вы хотите сделать красивый ровный белый потолок обязательно нужно зашпаклевывать всю плоскость потолка. Иначе придется переделывать как в принципе переделал в дальнейшем и я. вот как выглядело все это дело после нанесения первого слоя краски. Я уже понял что что-то пошло не так. Но казалось что краска должна подсохнуть приобрести более матовый вид и эффект должен был быть лучше. Дальше я начал наносить второй слой краски точно так же после полного высыхания первого слоя валиком не разбавляя краску. Я использую вододисперсионную краску я ее не разбавлял. Хотя по инструкции разбавлять ее можно. Однако если ее не разбавлять укрывистость у нее все равно остается лучше. Попробовал нанести поверх первого второй слой и к сожалению это не дало ожидаемого эффекта. потолок потолок стал белее но все равно не то что задумывалось изначально. И вот я приезжаю на следующий день и вижу вот такую картину. Краска высохла но все видно. Видны все швы замазанные шпаклей она более белая видны полностью все замазанные саморезы опять же шпаклей и зелень никуда не ушла поэтому берем грунтовку прямо по вододисперсионной краске грунтуем еще раз и готовимся к шпакле. В этот раз я уже все прошел валиком грунтовку не разбавлял использовал концентрат так будет лучше сцепление с краской ждем полного высыхания нашей грунтовочки и переступаем к шпакле и вот сам процесс чтобы зашпаклевать весь потолок в один слой мне ушло примерно 4 часа и не так страшно как это казалось на самом деле работал медленно не спеша аккуратно просто небольшим шпателем и достаточно тонким не толстым слоем размазывал спаклевку уже по потолку за 4 часа было полностью шпаклевано порядка 20 квадратных метров конечно да руки затекают вертикально работать неудобно но опять же повторюсь не повторяйте чужих ошибок если вы хотите ровный красивый белый потолок то обязательно его нужно шпаклевать не красьте напрямую по гипсокартону особенно по влагостойкому потому что получается полная ерунда вот как все это дело выглядело тот же вечер после полной ошпаклевки потолка как видите все мокрое еще местами торчит все равно и швы и те места где я замазывал саморезы но в дальнейшем все это конечно же пропадет и вот эффект следующего дня шпаклевка высохла и мы видим идеальную белоснежную поверхность ровную красивую в которой уже нигде ничего не торчит осталось только покрасить ну и вот результат после покраски красил точно так же сначала кистью потом валиком причем в этот раз всего лишь одним слоем получилось очень даже отлично так что дорогие друзья учитесь на чужих ошибках всегда нужно шпаклевать особенно зеленый влагостойкий гипсокартон иначе получится ерунда а теперь мы займемся шпаклеванием наших стен стены мы будем скорее всего красить и для этого нужна очень хорошая гладкая поверхность мы будем использовать цементную шпаклевку почему цементную да потому что у нас неотапливаемое зимой будет помещение и гипсовые шпаклевки в таком помещении лучше не использовать все это дело штукатурили мы кнауфом ротбантом а покрывать мы будем цементной финишной шпаклевкой от Илмакс 6400 я ее уже пользовал поэтому могу рекомендовать вещь хорошая для начала нужно пройти все стены скребком нужно это для того чтобы при шпаклевке нам не мешал никакой мусор ни капли подобного рода от штукатурки ничего другого полностью все аккуратненько проходим и затираем так будет гораздо удобнее работать в дальнейшем дальше грунтуем стены и для этого я использую циризитовскую грунтовку это у нас супер грунт концентрат ст17 циризитовского производства разбавляем с водой по инструкции и наносим на наши заштукатуренные стены обильненько грунтуем нужно это чтобы шпаклевка в дальнейшем не отвалилась от штукатурки чтобы все это дело хорошо не впитывало влагу как раз таки когда мы будем наносить и ждем пока все это дело высохнет а пока она сохнет в помещении стоит дичайшая влажность поэтому приходится периодически проветривать в теплом помещении конечно все это испаряется лучше но приходится постоянно проветривать потому что сидим как в бане просто напросто ну а пока все это дело сохло дошли руки наконец-то заштукатурил дверной проем теперь можно будет шпаклевать все помещение сразу а не делать работу по кускам итак дождались пока наша грунтовочка засохнет и можно начинать с работы по шпаклевке шпаклевать будем конечно же вручную обычным шпицельком замешиваем нашу шпаклевочку с водой до состояния сметаны ну конечно же опять же по инструкции считаем сколько нужно воды в пропорции на упаковке и начинаем работать все это дело происходит в конце марта в начале апреля и если честно погода преподносит какие-то непонятные сюрпризы на улице такое ветрище что ветром даже порвало весь наш постамент под бассейн придется я думаю уже в мае делать все заново итак замешали шпаклевочку до состояния достаточно такой густой сметаны и начинаем работать вот первое нанесение шпаклевки как видите от штукатурки уже отличие огромное белая аккуратненькая гладкая стена вместо шершавой серой штукатурки и по чуть-чуть помаленечку начинаем шпаклевывать полностью всю кухню пришлось отъехать пока вернулся шпаклевка на стене как видите уже так достаточно подсохла и даже уже сырая шпаклевка кардинально отличается от той которая была нанесена временем ранее сам по себе процесс достаточно нехитрый берем шпателек в данном случае я работаю сороковым шпателем маленьким на него набираю шпаклевку и размазываю по стене где-то снизу вверх если работаем сверху то сверху вниз где-то иногда сбоку тем самым все это дело аккуратненько равномерно одним слоем наносим растягиваем и получается достаточно аккуратная белая стена как видите результат налицо получается достаточно ровно и аккуратно таким вот образом мы полностью затягиваем всю кухню когда я дохожу до розеток я обязательно заклеиваю их малярным скотчем потому что если этого не делать а электрика у меня уже установлена то можно набить поклевки непосредственно в сами розетки а это поверьте совсем нехорошо вот такая получается красота серые штукатуренные стены превратились в красивые белые выглядит это на расстоянии достаточно красиво ровно но на самом деле если переглядеться к стенам в упор то будут видны кое-какие огрехи в целом чтобы в первый слой таким вот образом оштукатурить свою кухню в 20 квадратных метров у меня ушло порядка полных двух дней итак присматриваемся к стене и что мы видим видим мы на ней вот такие вот места стыков когда мы допустим шпаклевали в разные дни но как наплывом таким идет видим вокруг розеток тоже разного рода пузырьки опять же места стыков всякие шероховатости и неровности все это дело обязательно нужно убирать и убираться это конечно же будет шлифованием опять же ручным обязательно используем респиратор берем вот такую ручную шлифовалку шлифовать я все это буду шлифовальной сеткой соточкой и купил еще на всякий случай два листика наждачки чтобы было удобно зашлифовывать в углах когда вы шлифуете шпаклевку на стенах то очень рекомендует пользоваться боковым освещением ставить прожектор который светит сбоку тогда видны абсолютно все неровности и шероховатости но к сожалению прожектора у меня нет в этой ситуации очень хорошо спасает налобный фонарик вешаем фонарик и под фонарик начинаем все это дело шлифовать и процесс этот конечно чудовищно пылин дорогие друзья обязательно используем респиратор иначе потом все это дело вы будете выкашливать из своих легких пыль проникает даже в самые труднодоступные и неожиданные места поэтому после нее просто я не знаю как это описать просто ад нужно будет все вымывать все выпылесошивать представьте если еще и дышать этим слава богу у нас есть строительный керхер который очень помогает в этом деле ждем пока пыль осядет и в дальнейшем все полностью выпылесосываем но это еще не все на этом процесс не закончен покрываем стены грунтовкой вторым слоем и нужно это для того чтобы наносить шпаклевку второй раз да мы будем шпаклевать дважды ведь мы хотим стены покрасить даже после шлифования стен все равно остаются мелкие огрехи разного рода ямки разного рода опять же неровности переходы и шероховатости ведь в идеал зашлифовать это с первого раза не получится если вы пользуетесь именно ручной шлифовалкой а не какой нибудь механизированной машины второй слой шпакли будет наноситься достаточно тонкий и шпаклевку мы разводим до достаточно жидкого в этот раз состояния тем самым тоненьким слоем вот такие вот ямки и шероховатости мы забьем вторым слоем шпаклевки и вот финальный результат второй раз я зашпаклевал всю кухню в достаточно тонкий слой жидковатой шпаклевкой примерно за один день начал в 10 утра и закончил в 7 часов вечера второй слой наносить было гораздо проще цена была уже ровненькая все это дело подсохло опять же местами есть но уже легкие наплывы пузырьки и небольшие шероховатости все это дело нам конечно же опять же придется затереть второй раз делаем все то же самое что и в первый берем нашу ручную шлифовку вешаем сетку и не забываем про респиратор ведь легкие нам все еще понадобятся и вот финальный результат идеальная белая стена достаточно ровная ведь выкладывал я ее изначально ровно заштукатуренная и ошпаклеванная сверху цементной финишной шпаклевкой выглядит все это дело на отлично в идеале конечно надо еще клеить стеклохолст и шпаклевать его финишной шпаклевкой но не забываем что это дача и мы пытаемся сделать все максимально бюджетно поэтому будем красить уже по данной подготовленной поверхности в этом видео я хочу рассказать вам про санузел и так вот так он выглядел до того как мы начали его отделывать это просто блоки напомню стены мы ложились 25 блока стены выложены очень ровно поэтому слишком толстого слоя отделки у нас не будет у нас уже разведена электрика введена канализация введена вода на всякий случай пару шлангов они выходят на улицу если какую-то проводку в дальнейшем дополнительно можно будет затянуть и мы начинаем отделывать стены у нас уже разведена проводка проводка разведена скрытым методом стоят две пары по две розеточки но для удобства отделки мы их демонтируем чтобы не загадить штукатуркой и шпаклевкой потом конечно же все вернем на место итак начинаем процесс первым делом что нам необходимо сделать это хорошо зачистить стену от разного вида грязи капель раствора и всяких разных шероховатостей которые в процессе для ремонта у нас появлялись на стенах ведь каждый лишний мусор будет нам мешать особенно при нанесении первого слоя штукатурки после этого грунтуем стены и грунтовать их нужно дважды я пользуюсь терезитовским суперконцентратом развожу его с водой и в два слоя будем грунтовать стену грунтуем и ждем полного высыхания ну процесс как понимаете совсем такой несложный не замысловатый макаем валик в грунтовку и размазываем по стенам причем удобно это делать именно снизу вверх тогда практически на полу не будет ни луж ни капель все остается на стенах ждем полного высыхания и после грунтуем второй раз после того как и второй слой грунтовки высох тогда уже можно начинать делать штукатурку грунтование нужно чтобы влага не уходила в блоки дальше заготовим сразу все уголки и стеклосетку мы обязательно будем вмазывать стеклосетку в штукатурку чтобы она не лопнула и не отвалилась пользуем пластиковые уголки тоже со стеклосеточкой как внешние так и внутренние штукатурить мы будем все это дело цементной штукатуркой именно цементной потому что санузел это помещение в котором у нас будет повышенная влажность конечно же а в дальнейшем будем шпаклевать цементной финишной белой шпаклевкой заранее заготовим под размер стеклосетку чтобы 300 раз не бегать туда-сюда заранее подготовленные под размер материалы очень сильно ускоряют процесс работы поэтому имейте ввиду всегда лучше нарезать несколько полос заранее замешиваем штукатурку до состояния густой сметаны и приступаем к работе штукатурку замешиваем конечно же по инструкции и не забываем мыть инструмент ведь чистым инструментом работать гораздо удобнее штукатурить я всегда начинаю от угла изначально намазываю первый слой штукатурки на угол и в дальнейшем буду утапливать в него уголок со стеклосеткой таким образом у нас получится ровный угол процесс как видите достаточно простой сначала намазываем слой миллиметров 5 самой штукатурки и в дальнейшем вмазываем в нее уголок после конечно же покроем уголок еще одним слоем штукатурки при этом обратите внимание я не наношу огромный слой штукатурки на стену потому что стена выложена ровно и стена у нас с этой стороны будет под покраску только в том месте где будет у нас стоять ванная там мы положим плитку на стену получится ну так называемая кабинка что ли душевая я не знаю как ее по другому назвать а в местах где стена будет просто окрашена мы размазываем штукатурку в дальнейшем мы зашпаклюем и получится красивая ровная поверхность процесс штукатурки стены тоже достаточно прост изначально мы намазываем штукатурку на стену в дальнейшем берем заготовленную стеклосетку вмазываем ее полностью в штукатурку причем делать это нужно быстро даже в два слоя загрунтованная стена все равно впитывает влагу так или иначе и цементная штукатурка сохнет достаточно быстро поэтому работать приходится тоже быстро наносим первый слой штукатурки вмазываем туда стеклосетку и замазываем это поверх еще одним слоем штукатурки и таким образом мы полностью заштукатуриваем всю ванную комнату после нанесения второго слоя штукатурки чтобы все это дело было ровно я буду разглаживать это большим 40 сантиметровым шпателем а изначально я работаю маленьким шпательком из него из ведра набираю штукатурку и все это дело размазываю шпательком шириной в 25 сантиметров кто-то скажет что большими работать удобнее но мне удобнее все-таки было работать изначально маленьким ровнее получается большим 40 сантиметровым и потом просто выравниваю выглаживаю поверхность чтобы не было больших переходов и конечно же не забываем вырезать обратно наши розетки которые мы полностью замазали штукатуркой вот так вот получается как видим штукатурка высыхает на блоках быстрее чем на швах и получается такой вот орнамент от блоков хотя повторюсь стена дважды прогрунтована и все равно в этих местах влага уходит быстрее спустя пару дней все очень хорошо засохло как видим ничего не отвалилось и то что оно высохло вот таким он орнаментом тоже ничего страшного все это дело в дальнейшем зашпаклюется следующим этапом была штукатурка вокруг окошка и своеобразные откосы делается все это по лазерному уровню опять же с пластиковыми уголками конечно же и как видим достаточно ровно все получается уровень даже самый дешевый лазерный уровень очень хорошо спасает в таких работах получается все очень ровно потом я штукатурил стену вокруг окошка абсолютно по той же технологии которую я и показывал сначала штукатурка потом стеклосетка потом опять штукатурка и в дальнейшем точно так же была штукатурена до конца вся ванная комната санузел точнее здесь у нас будет туалет и ванная и бойлер и стиральная машина все полностью площадь позволит здесь 4 квадратных метра после того как высохла штукатурка ждал я неделю цементная штукатурка сохнет долго мы начинаем все это дело шпаклевать с нашей цементной финишной шпаклевкой опять же сначала проходим все стены шпателем убираем весь мусор и в дальнейшем начинаем штукатурить изначально я заштукатурил ровненько потолок а потом переступил к стенам слой шпаклевки будет тоже не очень большой поэтому сильно размеры комнаты у нас не уменьшится шпаклевка наносится точно так же шпателем не спеша аккуратненько ее размазываем разглаживаем и здесь очень важным моментом является опять же что сначала нужно хорошо зачистить стену от мусора чтобы во время нанесения шпаклевки она не перемешивалась с данным мусором и опять же не забываем что перед нанесением каждой смеси поверхность нужно опять же грунтовать поэтому перед тем как шпаклевать я конечно же загрунтовал уже заштукатуренную стену шпаклевать мы будем в два слоя наносим первый слой в дальнейшем будет затирка и потом второй слой тем самым получится очень ровная гладкая и хорошая поверхность которую в дальнейшем можно будет уже и просто покрасить накрасить я скорее всего буду латексной краской которая подходит для помещения повышенная влажность после того как первый слой высох мы его конечно же затираем терочкой до очень гладкого состояния чтобы не было никаких ни переходов ни наплывов ни бугров ничего и у нас получается очень ровная красивая и гладкая поверхность и в дальнейшем мы ее еще раз ошпаклюем предварительно конечно же загрунтовав тем самым получится вообще идеально ровная гладкая поверхность которую в дальнейшем можно покрасить вот у нас высох первый слой шпаклевки и его мы опять же загрунтуем грунтуем все тем же суперконцентратор тем самым поверхность обеспыливается ждем когда она высохнет и после этого наносим следующий слой шпаклевки как видите грунтование производится очень часто и в очень больших количествах между каждыми смесями и по гипсовой шпаклевке и по гипсовой штукатурке точнее и по цементной штукатурке и по блокам и по шпаклевке в дальнейшем между каждыми слоями и мы даже будем грунтовать еще раз перед покраской ну а вот конечный результат после полного высыхания шпаклевки стена стала полностью белой этих серых пятен не осталось а в дальнейшем мы будем ставить здесь сантехнику и укладывать плитку там где стоит ванная продолжаем строительство нашей перестройки на даче и как видите работа активно идет мы очень хотим сделать максимально много и быстро до лета чтобы дальше отдыхать ну а сегодня я хочу вам рассказать про то как мы заливали стяжку пола стяжку мы будем делать при помощи жидкого самонивелира а именно цементного самонивелира цементного потому что у нас будет неотапливаемое помещение и плюс это влажные помещения кухня и санузел изначально у нас залита черновая стяжка бетоном об этом я рассказывал в предыдущих видео получилось достаточно ровно местами конечно же средний перепад составляет от угла до угла примерно 2,5 см поэтому мы будем примерно на такую же высоту и заливаться нужно досконально промерить все помещение и найти места с буграми ямами и самый высокий угол тогда получится залить все ровно перед тем как заливать нужно обязательно пройтись по всей стяжке убрать весь мусор который мы туда налепили во время штукатурки и шпаклевки помещения а мусора этого оказалось достаточно много в дальнейшем всю мелочь конечно же убираем строительным пылесосом помещение должно быть полностью без пылина тогда стяжка хорошо ровненько разольется не будет никаких трещин сколов и ничего не отойдет перед началом работ обязательно грунтуем причем напоминаю грунтуем всегда в два слоя иначе вода из самонивелира сразу же уйдет в бетон он очень быстро высохнет и лопнет пол получится неровным заранее открыл люк который ведет у нас на чердак а на чердаке открыл окно ведь нужно понимать что во время заливки влажность помещения будет просто дичайшая и куда-то этой влаги нужно уходить тем самым будет проветривание но боковые стекла обязательно надо закрыть иначе будет сквозняк это тоже негативно влияет на стяжку а дальше грунтуем грунтуем просто кисточкой хорошо промазывая все места чтобы нигде не было ни луж ни сухих мест причем в работе задействована вся семья наша малышка всегда нам активно помогает ей само интересно и нам помощь ребенок чем-то занят грунтуем грунтуем помещение и ждем пока пол высохнет нужно на это примерно часа два а в дальнейшем будем грунтовать вторым слоем причем грунтовать нужно очень хорошо нужно обратить внимание чтобы обязательно вода не уходила в бетон иначе можно все испортить на второй слой я уже использовал срезитовскую грунтовку концентрат как раз оставалось пол банки ее пополу и разлили ну что помещение убрано прогрунтовано все просохло и начинаем приступать к самому процессу заливки а для этого нам потребуется куча самонивелира в моем случае я посчитал что нам понадобится примерно 25 мешков на самом деле использовали 23 и 2 сдали обратно в магазин а пользуем мы цементный самонивелир тайфун номер 40 почему именно его просто вопрос цены данный был самый дешевый в магазине также нам потребуется два строительных ведра емкостью в 20 литров и маленькая канистрочка на 5 литров ей будет как раз ровненько отмеряться вода ведь для замеса одного мешка самонивелира в 25 килограмм нужно 5 литров воды небольшой лайфхак если вы хотите чтобы самонивелир сам хорошо жиденько растекался по всему помещению и не оставался буграми предварительно смочите пол тогда раствор будет очень хорошо по нему растекаться а вот сам процесс замеса изначально 5 литровой канистричкой отмеряем 5 литров воды именно в моем случае 5 литров потому что в инструкции данной смеси указано что на мешок в замес 5 килограмм нужно от 4 с половиной до 5 литров воды и здесь дорогие друзья обязательно ознакомьтесь с инструкцией к тому самонивелиру которую вы будете пользоваться потому что разные производители на своей смеси заявляют разное количество воды поэтому 5 литров не панацея очень не рекомендуется переливать воду потому что вы чем больше добавляете воды тем больше снижаете прочность прочностную марку по бетону именно вашей самонивелирующей смеси 25 килограммовый мешок мы высыпаем в 5 литров воды и получается полное 20 литровое витро которое в дальнейшем мы обильненько будем взбивать миксером перемешивать я мешал просто дрелью при этом самая дешевая дрель которая опять же покупалась в начале сезона по акции воми легко перемешала все эти вещи легко мешает и штукатурку и шпаклевку и ничего с ней не происходит поэтому отличную дрель вы себе приобрел очень доволен когда мешаете самонивелир желательно чтобы много воздуха туда в саму смесь не поступало чем аккуратнее вы будете мешать и на оборотах поменьше тем меньше в дальнейшем у вас будет пузырьков на поверхности меньше их будет выгонять конечно же лучше использовать миксер низкооборотистый специальный но в моем случае я просто на низких оборотах кручу дрель в принципе все взбилось нормально и много пузырей у меня в дальнейшем на поверхности не было после даем смеси отстояться 5 минут и заново ее перемешиваем сам по себе процесс заливки достаточно простой переносим ведро выливаем и смотрим куда и как оно растекается в дальнейшем немножко подравливаем гребенкой в идеале конечно было бы хорошо выставить маяки для наливного пола но так как у меня достаточно ровная поверхность и высота заливки не очень-то и большая в среднем где-то от полутора до двух сантиметров то сам нивелир сам растечется там где мне нужно итак берем ведро выливаем и немножко подгребаем зубчатой гребенкой конечно же было бы неплохо использовать еще игольчатый валик но если честно опять же зайдя в гипер и посмотрев на цену игольчатого валика покупать его перехотелось как-то ну неадекватно дорого он стоит поэтому аккуратненько все разравнивал гребеночкой который укладывал блоки зубчатый и хочу вам сказать что она тоже в принципе неплохо сбивает пузыри воздуха сверху не было 20 квадратных метров ванной и кухни мы залили примерно за час-полтора вдвоем с женой опять же повторюсь процесс простой мешаем переносим заливаем мешаем переносим заливаем получилось достаточно ровно в дальнейшем когда уже все это дело высохло не было обнаружено ни ям ни бугров поэтому ламинат на это дело ляжет просто отлично а это картина уже через трое суток на инструкции к данному самонивелиру указано что первоначальную легкую пешую нагрузку можно на него давать от 24 до 72 часов обязательно надо просохнуть но даже через 3 дня пол был очень влажный и ногтем можно было легко отодрать еще полоску самонивелира кажется что от гребенки остались такие рифленые следы но это не так это всего лишь легкий узор на бетоне бетон абсолютно гладкий а мы продолжаем и в этом видео я вам хочу рассказать о том как мы собирали у себя внутреннюю канализацию погнали время идет пол сохнет как видим на это надо достаточно много времени уже почти прошла неделю он до сих пор влажный за это время мы пока закупили трубы и решили сделать канализацию канализация у нас заложена вдали участка в углу там где этот сарай два колодца по два кольца в дальнейшем труба подходит к дому и на этапе монтажа фундамента мы ввели ее непосредственно сюда в то место где у нас будет туалет с ванной санузел и так как же мы будем все здесь располагать в дальнейшем в этом углу у нас будет висеть бойлер дальше снизу под ним стоит стиральная машина после нее стоит унитаз после унитаза вот так вот вдоль стены целиком будет стоять ванная и раковина рукомойник дальше через стену у нас канализация и водопровод пойдет на кухню будет стоять холодильник и вдоль всей вот этой вот стенки мы будем делать столешницу соответственно с мойкой были закуплены пластиковые трубы пятерочка сто десяточка и куча разных уголков переходников тройничков сапунов и так далее мелочи нужно много если мы хотим все красиво развести маленький лайфхак очень хорошо крепить друг к другу трубы при помощи обычного подсолнечного масла промазываем манжету промазываем трубу и тогда друг в друга все достаточно легко входит и кстати тема очень актуальная потому что после того как мы насухо соединим две трубы одну из другой бывает просто не вырвать и требуется цитанические усилия чтобы разъединить эти трубы если вы сделали что-то не так а что-то не так вы сделаете очень много раз если вы в этом неопытно как я поэтому чтобы легко соединять и разъединять трубы достаточно из них просто подоставать уплотнительные кольца и тогда все входит и выходит как говорил Винни-Пух и так мы подоставали кольца из всех труб и изначально перекидываем расположение нашей канализации хочется сделать таким образом здесь у нас будет воздушка уходить в угол здесь будет стоять унитаз соответственно от унитаза все будет течь в сторону трубы дальше мы ее укоротим и отсюда же идет переход на раковину ванную и кухню в дальнейшем через стену здесь будет тоже проложена труба трубу укоротил пересобрал все еще раз напомню оно все без уплотнительных колец разъединяется и соединяется легко поэтому легко подгонять и подпиливать трубы под нужные размеры крепим мы все это дело в дальнейшем к стене вот на такие вот специальные хомуты крепежи 110 трубы на 110 хомутики пятерочку на специальные 50 итак контрольная сборочка как видим все собрано и размечено под раковину под слив ванной под воздушку и под сам унитаз в дальнейшем были проведены гидроиспытания и я вам хочу сказать что нашелся один изъян изъян вот какого рода здесь будет стоять у нас унитаз и когда содержимое унитаза у нас течет по вот этим трубам в сторону слива вниз то физика конечно дает о себе знать жидкость по инерции стремится вперед и она уходит не в сторону чтобы слиться в основную канализацию а пытается уйти непосредственно дальше в трубе на кухню даже при отъезжательных углах поэтому было пересобрано все вот таким вот образом чтобы под силой тяжести то что у нас бежит по большой трубе из унитаза падало непосредственно уже в саму канализацию а не уходило на кухню а из кухни из слива из ванной из раковины тоже выходило и падало сразу вниз наливаем подсолнечное масло в крышечку и начинаем все это дело аккуратненько промазывать и уже собирать чистовой вариант и что я вам хочу сказать по этому поводу будьте прокляты те продавцы сантехники которые клеят наклейки прямо на места стыков все эти наклейки приходится в дальнейшем отдирать греем наклеечку термофеном чтобы аккуратненько ее снять вместе с клеем и в дальнейшем будем собирать уже непосредственно саму канализацию наклейки надо снимать обязательно потому что они создают такие микрозазоры в соединениях через которые в дальнейшем может или влага какая-нибудь проникать или не дай бог что-нибудь еще и похлеще включая все посторонние запахи да и уплотнению это тоже совсем не содействует итак второй раунд опять же промазываем все подсолнечным маслом немного трубу внутри промазываем саму прокладочку уплотнительное кольцо берем трубу промазываем от нее вход который мы будем вставлять и в дальнейшем все с легкостью будет соединяться и после соединения если надо разъединяться и крутиться регулироваться поэтому примите на вооружение на сухотрубы не собирайте да и на специальный силикон можно тоже не тратить потому что он гораздо дороже бутылки подсолнечного масла а надо вам всего лишь пару капель на самом деле итак вот что получается вот наша собранная канализация место подключения стиральной машины место подключения унитаза дальше переход на воздушку дальше у нас идет падение вниз в саму канализацию и от нее же отвод идет в сторону ванной которая у нас здесь будет стоять сифон от ванной будет подключаться и в дальнейшем идет отвод в сторону раковины на котором опять же стоит тройничок и сапун чтобы не было вакуума в системе дальше идет у нас переход через стену и за стеной уже непосредственно проложена кухонная труба вот как снаружи дома выполнена воздушка выведена 50 труба дальше под два уголка 45 градусов и выход наверх причем выход достаточно высокий сверху грибок проверено тяга присутствует поэтому воня в канализационном отсеке и в самих колодцах у нас не будет все будет улетать да многие знающие люди мне скажут что ни в коем случае нельзя заужать отвод канализации допустим с сотой на пятидесятую но это дом не для постоянного проживания а летняя дача а заужать нельзя только если вы живете постоянно заужать нельзя из-за конденсата вот как выполнен отвод на самой кухне просто труба опять же переходничок и сапун в тройнике опять же вакуума в системе не будет в принципе по канализации все как видите все достаточно просто собрано за один день а дальше мы будем красить стены и разводить водопровод вся мелочь уже закуплена и так стены мы готовили долго и упорно напомню пристройка сложена из газосиликатного блока дальше внутри все было оштукатурено на кухне гипсовой штукатуркой а в санузле цементной штукатуркой дальше все это дело было ошпаклевано цементной шпаклевкой причем делалось это в несколько слоев и красить мы будем все это дело фасадной краской причем после консультации со специалистом в гипермаркете он мне объяснил что ни в коем случае нельзя применять латексную краску в помещении где будет скакать температура а у нас зимой домик будет неотапливаемый использовать мы будем конечно же валик кисточку и еще маленький валик для покраски в труднодоступных местах изначально все грунтуем как обычно в два слоя это нужно для того чтобы краска быстро не высыхала и ложилась равномерно ну и вот начинаются работы загрунтовали стены ждем пока они высохнут это процесс недолгий буквально два-три часа и стены сухие потом конечно же наносится следующий слой грунтовки ну а в это время мы готовим комнату к покраске а именно начинаем заделывать розеточки аккуратно заклеиваем малярной лентой все розетки все выключатели чтобы не заляпать в дальнейшем все это дело краской не нужно чтобы она туда попадала лучше заранее аккуратненько все закрыть также малярной лентой мы заклеили все углы на откосах на входных дверях и на переходе в дом потому что откосы мы хотим потом делать именно белого цвета они не будут в общий цвет стен итак краска колеровали краску в цвет камео 120 по каталогу капопринт это светло-светло-светло что-то между розовым и персиковым цветом очень легкий аккуратный цвет ну и вот сам процесс покраски изначально кисточкой мы проходим вдоль потолка вдоль пола и по углам а потом начинаем красить все стены ну и конечно же куда нам без нашего маленького помощника она между прочим покрасила очень много всего кстати отверстие под разводные коробки мы тоже покрасили в дальнейшем данной краской и у нас этих дырок после закрытия крышками видно тоже не будет итак прокрашиваем все по контуру а после начинаем массивно закрашивать все это дело валиком валиком красить достаточно легко обязательно то что нужно сделать это не выкрашивать валик насухо и красить снизу вверх тем самым у нас минимальное количество брызг попадает на пол пол практически не заляпали кстати равномерно размазываем краску валиком и от полоски к полоске проходим полностью всю комнату в дальнейшем в два слоя вот что мы видим после высыхания первого слоя как видим краска ложится такое ощущение что пятнами даже после высыхания но поверьте после нанесения второго слоя все было идеально это все еще первый слой красили второй слой мы на следующий день мы ждали специально сутки чтобы краска хорошо высохла и в дальнейшем второй раз уже украсили по нему точно так же сначала кисточкой сверху снизу и по углам а потом валиком ну и вот результат после высыхания второго слоя краска легла максимально равномерно нигде никаких ни пятен ни проплешин ни подтеков ничего очень аккуратный легкий хороший цвет мы довольны но по покраске все дальше мы продолжаем укладывать водопровод будем разводить горячую холодную воду и подключать сантехнику кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывайте в описание а мы продолжаем всем пока пока